Как избавиться от запора? Слушайте, запор, например, может быть связан с тем, что человек мало ест, и просто человеку нечем ходить в туалет. Бывает такое. Но она считает, что это запор, и пытается лечить это ослабительными. А надо начать есть. Запор, например, бывает из-за того, что у человека случился один эпизод запора, а дальше он подсел на ослабительные. Слабительные, которые, некоторые из них вызывают привыкание. И он никак не может с этого слезть. И думает, что у него запор. А у него, на самом деле, привыкание к ослабительным. Запор бывает от воспаления в кишечнике. Когда, например, кишечник воспаленный, красный, отечный, болит, и он не может нормально сокращаться. Теряет он свой тонус. И из-за этого тоже возникает запор. Но причины-то разные. В одном случае надо есть, в другом случае надо слезть с ослабительных, а в третьем случае надо вылечить воспаление. Бывает и другое. Бывает раздраженный кишечник, который тоже приводит к запорам. Потому что там возникают постоянные какие-то сокращения, и содержимое не двигается. Все стоит на месте, дергается и побаливает. Бывает вообще, в принципе, оттонение кишечника. Он потерял тонус, и все. Еще больше полезных знаний о здоровье в моем профиле. Также вы можете задать свои вопросы на прямых трансляциях в соцсетях. И бесплатно изучить материалы, которые я подготовил для вас. Где еще больше полезной и качественной информации. Все ссылки в профиле. Подписывайтесь и ставьте лайки.